Приветствую вас, дорогие наши подписчики, в этот солнечный, теплый, зимний день. В общем, мы сейчас хотим вам показать квартиру, берем в продажу, да, это ЖК Триумф. ЖК Триумф у нас состоит из трех... Дай хоть поздороваться, Елен. Всех приветствую, друзья. Кто еще не подписался, обязательно подпишитесь. Мы вас долго морозить не будем, минус три, да, на градуснике. И ветер. Елена Николаевна уже замерзла, поэтому так, на короткие и сразу же прямиком в квартиру. А в квартире тепло. Я поэтому даже забыла, что надо с тобой поздороваться. Значит, у нас ЖК Триумф, так быстренько вам скажу. Это три у нас дома из трех секций состоят. Дома у нас 14... Один дом из трех секций. Один дом, да, из трех секций. 14 этажей. Год сдачи был у нас 19-й год. В доме у нас два лифта, один пассажирский, другой грузоплод. У нас монолит-блок, облицовка, как вы видите, у нас кирпич. Вот, дом подключен ко всем центральным коммуникациям. Теплощетчики установлены по квартирной. Я считаю, также большой плюс, что у нас электрические пантусы стоят. Да, огромнейший, огромнейший плюс. Не каждый застройщик подумает об этом. Ну что, пойдемте посмотрим, а то прям у меня уже зуб на зуб не попадает. Так, еще два слова. Парковочка, как видите, да, здесь въездная группа есть. Парковка, в принципе, я думаю, хватает. Даже мне нашлось местечко припарковаться. Давайте уже поднимемся в квартиру. Быстрее, 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 пока не замерзла. Елена Николаевна. Иду, иду, иду. Субтитры подогнал «Симон» Елена Николаевна. Вы отогрелись? Да, у вас жарко стало, пальто пришло. Тепленько, да, в квартире. Приступаем с вашего позволения? Начнем все по порядку. Значит, при входе нас сразу встречает достаточно, на мой взгляд, большой коридор. Потому что здесь есть место, где поставите шкаф-купе. В общем, зону хранения можно здесь организовать смело. На полу, сразу скажу, что на полу по всей квартире у нас ламинат. Вообще, общая площадь квартиры 45 квадратов. Это вот вам такие чисто сухие цифры. Комната почти 21 квадрат, кухня 11 квадрат. И вот мы сразу попадаем в комнату. Во-первых, все, что видим, все остается. Но комната пусая, на кухне у нас кухонный гарнитур есть. Планировка прям нравится. Потому что здесь, это своего рода как выделена спальная зона. Это если семья молодая, муж с женой, то есть вообще хорошо, хватает места. Здесь ставится у вас или кровать двухспальная, тот или диван раскладной. Сюда кинтсайд прям вместится, да, кровать? Да. Розетки уже выведены, ну, скорее всего, с этой стороны вот под тумбочкой. Ну, что, удобно. Декор уже, смотрю, здесь есть. Позаботились. Так, по стенам давайте. Это у нас обои. Ну, я так понимаю, что это щелкография. Да, обои. Такие вот, не знаю, на видео будет, нет, заметно. И мне, кстати, нравится, что здесь, в принципе, все стены, они разные. Вставки. Декор разный, да, потому что глаз не устает. Смотрите, здесь как декоративно выделили стену под кирпич. То есть даже уже выводы под антенну, под телевизор. Большущий прям вот экран, как мы любим, да, Андрей, плазма. И домашний кинотеатр. Слушай, а вообще вот если комнату вот с этой стороны снять, я вот прям сейчас даже вижу эту планировку. Вот стой здесь, смотри. Здесь по-любому напрашивается кровать. Я бы даже как-то зонировала. Раз там телевизор, значит, здесь диван. Потому что гости приходить все равно будут. Согласись? Ты имеешь в виду спальную зону? Да, и гостевая зона. Хотя там и кухня не очень-то маленькая. Значит, натяжные потолки. По всей квартире точечное освещение, натяжные потолки. Высота потолков, если дай бог памяти, 2,8. Вообще сам дом, мы не сказали, сам дом сдавался в предчасовой отделке. Полностью ремонт делал сам собственник. Давайте с комнаты мы пройдем, посмотрим с вами санузел. Значит, совмещенный санузел. Здесь уже работает вытяжка, все подключено. Ванная отделана полностью плиточкой. Здесь вот такой вот зеркало-шкафчик. Да, все спрятано у нас. Полотенце-сушитель. Ну и из кухни моя любимая тема, это, конечно, кухня. Наверное, женщины все тебя поддерживают. Сейчас лайкосик там поставят, да? Женская половина. Смотрите, кухонный гарнитур уже установлен. Уже вытяжка, она вот тут вот спрятана. Да, здесь вытяжка работает. Электропечка. Сюда можно воткнуть посудомойку. Спокойно входит, да. С этой стороны тоже есть. Кстати, мы в санузле, я сейчас еще раз внимание обращу, здесь вот в санузле есть выводы под стиральную машинку, но и также и на кухне. Я думаю, ну сейчас многие, знаешь, модно так размещать стиральную машинку на кухне, что тоже здесь в данном случае важно. Ну, я считаю, что ванна позволяет спрятать машинку там. Здесь лучше пускай будет побольше свободного места. Все остается? Ну, все в том, видим. Конфетки тоже остаются? Конфетки не останутся, потому что мы их сейчас едим, поэтому конфеток не останется. И, кстати, мне очень понравился балкон. Достаточно, на мой взгляд, широкий. О, ну все, Лена присела. Теперь ее трудно будет с этого места подорвать. Это не балкон, это реально вот лаунж-зона. Так как я люблю вязать, это вот прям вот моя тема. Кстати, кстати, вот идея, молодец, ты идею подала. Я в интернете видел мангалы, прям на балкон крепятся за перила. Пожалуйста, себе шашлыки. Ну, это не руководство к действию, друзья. То есть я вижу, кто-то шашлыки вяжет. В общем... Жарить. Жарить, на сатурке вяжет, да. То есть вы видите, что балкон достаточно, да, широкий. Поместилась и качелечка. Здесь тоже, вот где Андрей Валерьевич стоит. Честно, вот я тебе хочу сказать. В летний сезон, да, в разгар курортного сезона, скорее всего, здесь будет стоять небольшой диван раскладной, да, раздвижной. Пожалуйста, в гости. Друзья, знакомые, уж поверьте, они найдутся. Ознакомились мы с вами с очередным объектом. На мой взгляд, интересное предложение. Это у нас ЖК «Триумф», напоминаю, на Владимирской расположен. Мы с вами на 13 этаже 14-этажного здания. Здесь у них, получается, три секции, да, насколько... Да, по 14 этажей. Еще раз, дом, монолит-блок, фасадная часть выполнена с керамического кирпича, подключена ко всем центральным коммуникациям. Теплощетчики, установленные по квартире. На мой взгляд, что квартира, хоть она и однокомнатная, но достаточно располагает, что можно жить не только в молодой семье, но и семье с ребенком. Потому что здесь рядом школа, детский сад. Тут, в принципе, инфраструктура вся... Седьмая школа, 300 метров, сад, ну, чуть дальше там, он сразу за школой. Остановки общественного транспорта. До Красной площади вообще рукой подать. Ну и до моря в районе, наверное, полутора километров точно есть. Ну, на мой взгляд, это не расстояние, это такое минимальное. А когда еще здесь у нас делают спуск многообещаемый, да, к морю, то это вообще будет здорово. Ну, мы верим и ждем в это. В общем, всю актуальную информацию мы выложим под видео. Все описание. Цена актуальная на день продажи тоже будет указана у нас в описании. Как всегда, как всегда, от себя добавлю. Не забывайте подписываться на канал, чтобы следить за новыми введениями, за актуальными объектами. И, конечно же, Елене Николаевне сегодня респект и лайкосик. Ну и Андрея Валерьевича тоже лайк поставьте. А то он обижает. Два лайка не могут ставить, ставьте один лайк. Все, до новых встреч. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»